Девушки отдыхают Сегодня, мой маленький террористик, мы расскажем тебе о древних методах передачи сообщений Итак, наши маленькие нарушители спокойствия Первым методом, который мы сегодня вам покажем, будут стаканчики на веревочке С помощью них можно передавать сообщения на коротких и средних дистанциях И сейчас мы вам продемонстрируем, как это работает Сегодня же террористик Нужно связаться с организатором Алло? Алло? Во сколько сегодня события? Террористик В шесть Мы показали вам способы передачи шифрованных сообщений на короткие и средние дистанции Сейчас мы расскажем о дистанциях более дальних и сложных Для этого мы будем использовать специальных почтовых фламинго Как их добыть, мы показывать сейчас не будем Это было в предыдущем видео Можете посмотреть здесь Все предельно просто Мы закладываем секретные сообщения к птичке Можете привязать к лапке Либо в более пикантное место ее спрятать Чтобы в случае попадания птицы к врагу Они не смогли найти сообщения Подумали, что это обычная птичка, которая летала, клевала зернышки Никого не трогала, отпустит ее, а она как бы доставит сообщение куда надо Итак, мы закладываем сообщение И запускаем ее Следующий способ передачи информации называется генерический свист Был он разработан жителями тирольских гор Особенность этого свиста в том, что ущелья горных его слышно на расстоянии до 5 километров К сожалению, этот способ подходит не для всех Потому что свистеть могут не все Еще как вариант, можно использовать солнечные зайчики для передачи сообщений Зашифрованной азбукой Морзе Либо, собственно, разработанной системой Конец сообщения Если у вас с собой нет зеркальца То у вас по-любому в кармане найдутся флажки Ими и можно семафорить на расстоянии Первая П Вторая И Ну а дальше, я думаю, нет смысла расшифровать Итак, наш юный затейник Сегодня мы научили тебя Грамотно расшифровать данные И передавать их на дистанции Средние, короткие и очень дальние Теперь тебе, как и нам, плевать на инстаграм И другие мессенджеры Дуров, верни стену Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»